Всем любителям корейской косметики большой привет! Сегодня у меня отзыв на кислотный пилинг-сыворотку. Называется она Red Peel Tingle Serum, что означает, что при нанесении на кожу она будет вызывать небольшое пощипывание и покалывание. Бренд это у нас Soul Natural. И это единственный продукт, благодаря которому мне удалось вообще познакомиться с этим брендом. Итак, давайте быстро пробежимся по составу. Базируется эта сыворотка на 20% HA кислоте, куда входит гликолевая, молочная и лимонная кислоты. И также BH кислоты. Их концентрация уже составляет 0,45%. Ваш продукта равен 3. Но и за счет того, что в составе есть соевое масло и гиалуронка, то наша кожа благодаря этим компонентам защищена от пересушивания. По своему внешнему виду эта сыворотка мало чем отличается от кровавого пилинга от Ordinary или от Esthetic House. Единственное, что нам не показалось более жидкой. Ну а обещания производителя характерны для такого рода продукта с кислотами. Ну и, конечно, немного преувеличено, что уж там говорить. По словам производителя, эта сыворотка одновременно борется с увяданием кожи, с пигментацией, с угревой сыпью. Тут же избавляет вас от морщин, делает вашу кожу эластичной, упругой, избавляет от пигментации, каких-то высыпаний и даже избавляет от рубцов. Давайте-ка я вам лучше расскажу, что этот пилинг дал конкретно моей коже. Да, и, кстати, после нанесения сразу чувствуется какое-то жжение небольшое, покалывание. Но, не знаю, вот мне это даже как-то приятно, потому что только так я понимаю, что этот продукт действительно работает, что это не поделка и что кожа моя на него хоть как-то реагирует. Итак, антивозрастного действия на свою кожу я не увидела, но, в принципе, я и не ждала. Но тон кожи эта сыворотка действительно улучшает. Я не могу сказать, что она как-то резко осветляет пигментные пятна, хотя нет, вот именно мои пост-акне она действительно осветлила. Но и в целом цвет кожи становится более здоровый, сияющий. На периодичность высыпания я тоже не заметила, чтобы она как-то повлияла. Но то, что у вас уже на лице есть или то, что у вас будет как-то появляться, она уменьшает в размере. Она их как-то деликатно подсушивает и потихоньку-потихоньку, незаметно они покидают ваше лицо. Микрорельеф кожи становится более гладким, кожа становится более ухоженной. И вот эта вот бугристость и шероховатость, которая характерна для такой вот комедогенной кожи, как у меня, она потихоньку исчезает. И кожа, в общем, уже не выглядит такой рыхлой и серой. В целом сыворотка мне понравилась, и я буду продолжать ее пользоваться. Это уже второй мой бутылек. Сейчас вот у нас весна начинается, я не знаю, как часто я буду ей пользоваться, но производитель рекомендует не чаще одного-двух раз в неделю. В принципе, у меня так и получалось. Ее необходимо наносить на кожу, держать не более 60 секунд, а потом просто смыть теплой водой. И далее уже наносить свой последующий уход. Ну, там тонер, сыворотка, крем и так далее. Ну и по сыворотке у меня все. Я буду рада, если отзыв для кого-то из вас окажется полезным. Всем пока и до встречи.